Вам не понять, с таких слов этот вальяжный молодой человек начал разговор с полицейскими. По образованию он кинорежиссер. Кино, разработки сейчас веду всякие. Какие? Малинутражные. Какие? Любые наброски, сюжеты, еще не приступил к делу. Приступил Андрей только к самому главному своему проекту. Разработал целую схему мошеннических операций с недвижимостью, в которой задействовало множество персонажей. Одни на несколько часов снимали в Москве квартиру, другие подделывали свидетельство на недвижимость, а третьи пересдавали жилплощадь. Только уже не на пару часов, а на 11 месяцев. По истечении времени аренды квартиры, хозяин находил у себя дома обманутых людей, убежденных в том, что жилье они сняли почти на год. Рабочий день злоумышленников начинался с поиска квартиры и клиента. Желающих сдать жилье на сутки или на несколько часов находили по интернету. Там же размещали объявление о сдаче недвижимости на длительный срок. Именно по этому объявлению оперативники и вычислили мошенников. Приехали по указанному в нем адресу и притаились в засаде. На кадрах оперативной съемки видно, как из подъезда выходит одна из злоумышленников. Несколько минут назад эта девушка представилась хозяйкой чужой квартиры. Записывала паспортные данные по отдельным документам, как свидетельство, так и паспорт. Как только подписала я, к примеру, договор, мне сразу звонил Андрей или Сергей. Они заходили в квартиру, или я там, если выходила, сразу забирали у меня все деньги. Все. За квартиру в этом доме Александра получила 35 тысяч рублей. В общем, суммы варьировались от 40 до 70 тысяч. Эта девушка с каждого эпизода получала 15. Александра и еще один ее так называемый коллега, который привозил на квартиру поддельные документы, были задержаны сразу после их последней сделки. А вот главный фигурант успел уехать в этом автомобиле. Повернуть назад его заставил звонок Сашиной подруги, сообщивший Андрею, что у его напарницы проблемы. Тут-то злодеи и застали стражи порядка. Была задержана группа граждан. В отношении данных граждан избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия по установлению причастности данных граждан к совершению инкриминируемых им преступлений. Подчиненные во всем сознались. Что же касается 25-летнего главаря, он своей вины решительно не признает. Ведется следствие. Продолжение следует...